Виталий, приветствую тебя! Традиционная среда, соответственно, время нашего с тобой совместного эфира. Мы говорим о фундаментальных возможностях, о технических интересных сигналах по разным финансовым инструментам, даем информацию для принятия инвестиционных решений. Следим мы с тобой за финансовыми рынками очень давно, у нас есть календарь наших с тобой вещаний, поэтому, друзья, кому интересен такого рода контент, обязательно ставьте лайки под нашим видео. Это хорошая мотивация и для меня, и для Виталия продолжать действовать в том же ключе и готовить для вас новые и новые видео. И пишите в комментариях, если что-то нужно добавить, что-то изменить, что-то исправить. В общем, все ваши пожелания. Мы мысли читать не умеем, только через фидбэк с вашей стороны. Так, ну что, давай тогда к идеям. Так, один момент. С демонстрации кратно начнем. В прошлый раз, фактически, после тех идей, которые я давал неделю назад, это идеи были по индексу доллара, по евро-доллару и по рынку золота. Эти идеи взял за основу своих новых рекомендаций. Так вот, по индексу американской валюты у нас был селл-стоп с уровня 89,90. Сделка, в принципе, ордер это тоже сработала. Мы локально уходили ниже, но до тейк-профита не добрались, потому что профитные ориентиры были в районе 89,50. И я совсем рекомендовал идти уже прямо до последнего 89 пунктов, потому что даже сейчас считаю, что американская валюта в целом может до туда добраться с учетом того новостного фона, который есть. По американской валюте за последнее время, с понедельника, особенно ничего не изменилось. Но вот что у нас? У нас есть по-прежнему расколотый лагерь трейдеров, где одна часть считает, что ФРС может испугаться инфляции и, соответственно, с этим изменить денежную политику. Другой лагерь трейдеров считает, что ФРС, если бы хотел изменить эту политику, дал бы сигнал и подготовил бы заранее всех трейдеров, потому что если это решение будет неожиданным, то спровоцирует мощную волатильность, которая сейчас не нужна, особенно тогда, когда экономика вроде бы как отходит от последствий ковида. Здесь очень много аргументов убедительных для того, чтобы и поддержать идею продажи доллара, но в то же время я не могу не игнорировать реальные риски и аргументы, которые указывают на то, что доллар может развернуться. Это перебью тебя, извиняюсь. Ты как раз сказал, что они боятся что-то сказать. Вот где-то месяц назад, плюс-минус, точно не помню, Джанет Йеллен, Минфина, выступала, и она что-то сказала по поводу, я не помню, или там ставок, или сворачивания, и индекс S&P 500 так хуп, и улетел вниз, и на следующий день пресс-секретар такой говорит, о, она имела другое в виду. Да, да, это действительно был такой рыночный каламбур, комическая ситуация, причем именно так она и сказала по поводу того, что экономика на грани перегрева, ставку, возможно, стоит повысить раньше, чем думали все. И это было интервью, которое записали на выходных, опубликовали в понедельник, и, соответственно, то есть не в моменте, а с отложкой в один день. Это интервью привело к таким последствиям для фондового рынка, и потом и Министерство финансов, и сама Джанет Йеллен пытались объяснить, что ее не совсем правильно поняли. Короче, забрала свои слова назад, но, конечно, все понимают, что не бывает дыма без огня. Если все-таки пораскакивать такие мысли, то, возможно, не только у нее, а может быть у кого-то еще есть голосующий член ФРС, или, не дай бог, когда-нибудь такая мысль посетит самого Джерома Пауэлла, который решит изменить денежно-калитную политику. Я пока что сторонник идеи в лагере трейдеров, которые ставят на то, что американец должен ослабить, и я не помню, может быть, в одном из наших с тобой видео я отмечал, что какие-то изменения, вот лично я ожидаю, если произойдут, то это в августе, когда закончатся стимулирующие программы выплаты повышенных пособий по безработице, когда рынок труда начнет расти более динамичными темпами, чем сейчас, потому что сейчас ситуация, когда те, кто без работы, они не торопятся возвращаться на свои рабочие места. Зачем? Они получают хорошие пособия по безработице. Во-первых, это классика этой программы, еще дополнительной дотации федерального уровня и регионального. И исправить эту ситуацию можно только тогда, когда у них будет меньше денег, а меньше денег – это после того, как будут свернуты программы дополнительных повышенных пособий. И август – это еще симпозиум в Джексон-Холле, встреча центральных банкиров, банкиров-крещевых регуляторов. Там могут быть сделаны какие-то важные заявления и комментарии. До этих пор, я не знаю, должно произойти какое-то чудо, чтобы я отказался от идеи продажи доллара. Ну, наверное, это и хорошо, когда есть на что опираться. Да, ну, к примеру, в чем я вижу еще большую проблему, в том, что… Да, да. Ну, в общем, да. Допустим, тоже 2008 год, помнишь, когда вот эти все проблемы начались с банками, они там собирались выделить помощь, допустим, там, 20 миллиардов, 100 миллиардов, да, это было на то время. На сегодня эти суммы – это копейки, и сейчас нужно будет там, если начнется какая-то проблема, она рано или поздно должна начаться, да, и там нужно будет вливать триллионы денег. И плюс там вот тот же же недавно вот этот фонд «Арчис», который обанкротился, да, он там сидел с плечами большими, попали и банки швейцарские очень сильно, поэтому если что-то начнется такое движение, то я не знаю, что там будет, там, откуда они столько денег возьмут. Я согласен, и, ты знаешь, я ожидаю вот этот какой-то апокаполистический сценарий, что что-то жесткое должно произойти, и очень долгое время держу готовым инвестпортфель тех бумаг, которые я хочу выкупить, но только если они будут с 50% дисконтом. То есть я сторонник идеи того, что финансовый кризис, он накроет медным тазом всю мировую экономику очень скоро, и я думаю, что в ближайшие 2-3 года уже. И последствия этого кризиса будут гораздо круче последствий ковида, то есть такого восстановления быстрого уже, возможно, и не будет, и, может быть, даже произойдет последствия 2008 года. Но при этом всему свое время. Пока что есть возможность работать, если есть возможность работать со стимулирующей политикой, как и дезерва, то, наверное, взять раньше времени и не нужно. То есть раньше были идеи по покупке американского фондового рынка локальных индексов, игнорируя даже тот факт, что они находятся на исторических максимумах. И в целом я даже сейчас говорю, что если кто-то хочет рискнуть, не смотрите на потолки, просто знайте, что риск коррекции есть, но пока что общий фон осполагает к тому, чтобы еще эти ланги поддержать. Короче, по индексу доллара, возвращаясь к тем рекомендациям, которые я отдавал, в силе пока короткая позиция, и я от нее не отказывался. В пятницу нонфарм фэрлс, вот жаль, что у нас с тобой следующий эфир будет только в понедельник, да, может быть, и не жаль. То есть в понедельник мы с тобой поговорим уже о результатах, о последствиях нонфармов. Но я думаю, что данные будут почти такими же плохими, как месяц назад. И, как мы помним, в апреле, когда вышел отчет, индекс доллара в моменте потерял около 1%, и в целом сейчас находится в этом нисходящем отрейде. История повторяется, почему бы, в принципе, реакция не будет точно такой же и сейчас. По евро-доллару была сделка buy-stop с уровня 1.2220, локальный у нас максимум был вчерашнего дня 1.2253. Сделка остается в силе до 100%. Мы пока не добрались, и расклад точно такой же. То есть снижение курса доллара и еще очень хорошая статистика непосредственно по еврозоне. Ее в последнее время все больше и больше. Вот последние данные по ИФА, это бизнес-оптимизм, потом доверие потребителей, вообще чуть ли не максимум с времени накопления статистики, то есть за последние 20 лет. Вчерашние индексы производственного сектора Германии 64.4, то есть лучше, чем на значение месяца назад. Производственный индекс всей еврозоны тоже лучшая статистика с двухтысячных. Это все последствия снятия карантинных ограничений, возвращения нормальных показателей экономической активности, потребительской активности. Я, короче, верю в еврозону и считаю, что евро будет круче, чем доллар. В ближайшее время точно. Поэтому отношусь к тем трейдерам, которые видят евро против доллара на отметке 1.25 и даже повыше. Каждую коррекцию я рекомендую выкупать, но в данном случае сделку я ранее давал с уровня 1.22 соответственно, точнее 1.22.20, чуть повыше было. Это все в силе. Если будут снова коррекции ниже отметки 1.21 или даже приблизительно к уровню 1.20, я забегая вперед могу точно сказать, что мои рекомендации даже тогда будут выкупать на оснижение. Но, надеюсь, так низкой европейской валюты сейчас не просядет. И что касается нефти, также я комментирую в прошлый раз, сделка была в Байлине с уровня 68.30. Думаю, до этой отложки не добрались, но в целом нефть летела вверх. Сначала на ожиданиях заседания ОПЕК. По факту итогов заседания в целом последствия не такие, как хотелось бы, потому что страна ОПЕК-плюс решили не менять ничего о планах по росту добычи на этот месяц и на следующий. Но обозначили риск того, что иранская проблема есть, я имею в виду дополнительные поставки с этого региона. И если все-таки сделка ядерная между США и Ираном будет восстановлена, и Иран за 2-3 месяца вернется на глобальный рынок с еще полуторами и двумя миллионами баррелей в сутки, то страны ОПЕК-плюс будут готовы скорректировать объем нефтедобычи и план по дальнейшему сокращению этих, точнее, смягчений ранее взятых обязательств. Это немного успокоило рынок, то есть ОПЕК остается бдящим регулятором, который следит за тем, что происходит, и готов вмешиваться, если того потребует ситуация. И еще позитивные факторы для роста нефти – это последний доклад Организации экономического сотрудничества и развития относительно роста мировой экономики на 5,8% в этом году. Производственный индекс по Китаю, который вышел вчера, 13-й месяц роста подряд, тоже обнадеживающая статистика. И я жду еще данные по запасам, которые выйдут завтра, которые, скорее всего, тоже в очередной раз покажут снижение. Стоит ли вот прямо сейчас действовать по рынку нефти? Я бы сказал, что нет. Поэтому оставлю по силе прошлую отложку с уровня 68.30. Короче, все те идеи, которые были, я транслирую на понедельник. Слово тебе, Виталий. Видно экран? Итак, всех приветствую. Напомню, у меня были две идеи по индексу доллара по евро-доллару на рост доллара по этим инструментам. Я еще с прошлой недели индекс доллара советовал покупать в районе там 89, 70, 80, где-то в этом. В принципе, мы локально еще с прошлой недели показали небольшой рост. В понедельник я советовал покупать индекс доллара разбить на две части. Это купить где-то в районе примерно 90. И половину ордера оставить на вторник утром купить. С общим стоп-лоссом за прошлой недельный минимум где-то в районе там 89, 40. На текущий момент, сохраняя свои позиции в лонг, пока мы не обновим вот этот минимум, увидеть индекс доллара вверх. Как уже сказал, ожидаю сильное движение наверх. Пока по чуть-чуть, по чуть-чуть здесь накапливаем. Что-то рисуется. Конечно, не супер сильный сигнал, но есть какие-то признаки на разворот. И плюс общая динамика отмены сценария. То, что ты говорил там, улетит индекс доллара, если мы обновим 89, 15. Идею сохраняю. Кто не купил в понедельник или вчера, можно в принципе с текущих рассматривать покупки индекса доллара со стоп-лоссом за прошлый недельный минимум. Если прям хочется прям-прям короткий стоп, то можно за вчерашний минимум по данному инструменту поставить. Ну, цели, скажем, ожидаю среднесрочные. Посмотрим, отработается ли идея. Дальше. Евро-доллар аналогично с прошлой недели говорил о шортах. Мы локально отработали. В понедельник аналогично говорил шортить с уровня часть. Мы торговались где-то примерно 21.90. И вторую часть на вторник утром где-то в районе 1.22.30-1.22.40 с копейками, плюс-минус, с общим стоп-лоссом за прошлый недельный максимум. Это в районе 1.22.70 примерно. На текущий момент сохраняю позицию в шорт. Кто не шортил, аналогично как по индексу доллара, можно добавиться в шорт. С текущих это 1.22.05, плюс-минус, со стоп-лоссом за прошлый недельный хай или за вчерашний хай в районе 1.22.55 как вариант. Ожидаю снижение до уровня 1.21.30. Возможно, где-то локальные цели мы будем брать 1.21.70. И плюс, ожидаю среднесрочно вниз данную пару. Ну и плюс отмена сценария, если будем выносить, возможно, прошлонедельные хай, еще желательно вынести 1.23.50. Повторюсь. В принципе, картинка понятная. Кому, скажем, хочется для разнообразия поторговать другие инструменты, потому что бывают иногда, скажем, комментарии. Читал ранее под видео наши, нашей битвы, говорят там, ребята, все одно и то же, давайте какое-то разнообразие. То есть вы пишите, что вы имеете в виду, да, какие-то инструменты, кросс-пары анализировать я не буду, но там по желанию возможно. Какие-то акции тоже, если по желанию там какая-то акция, то возможно рассмотреть, а так нет времени отбирать там акции. Кто там торгует фунт-доллар, тоже есть интерес по этой паре, потому что есть большое накопление уже 2 недели. Мы пытались вчера ночью протолкнуться, пробить вот эти хаи, которые были еще с прошлой недели, позапрошлой. Дальше чуть-чуть обновили февральский максимум, вроде там 1.42.40. Сделали такой ложный и улетели импульсом. Я думаю, что мы можем падать сегодня с текущих или, возможно, через какую-то небольшую коррекцию, где-то в район там 1.42. И дальше падать здесь есть куда падать, где-то в район 1.40. И, возможно, ниже, если это будет разворот, потому что у нас, в принципе, есть здесь и дивергенция по фунту, то есть вот такая на дневках. Поэтому это такой сигнал, который показывает на то, что мы будем неплохо, возможно, падать. Возможно, это всего-навсего коррекция как вариант. Ну и плюс аналогично там другие пары, которые связаны с индексом доллара, НЗД, Ауди, кто там не торгует евро, торгует эти. Мне кажется, аналогичная картина. Тот же канадский доллар, он вчера обновил минимум, скажем, с прошлого месяца, мая. Сделал такой красивый пин-бар. Плюс у нас аналогично здесь есть дивергенция на дневках, поэтому здесь возможно движение наверх по данному инструменту. Все, что выше уровня 1.20, там 40 с копейками, можно рассматривать. Ну, напомню, эти все сделки контртренд, поэтому не нужно все нахлестом брать. Тот же евро, индекс, они такие с возможным разворотом или коррекции более глубокой. Посмотрим. Ну и плюс золота, как уже сказал, за глобальный лонг, но вчера достаточно сильно его скинули. Не знаю, там начало месяца. Вот видно даже тот же S&P 500 скинули хорошо импульс на индекс золота. И возможно, здесь какая-то уже назревает коррекция более глубокая. А возможно, нет. Посмотрим. Но сейчас с текущих, то есть видно, что они себе образовали какой-то уровень в районе там 1912 и не пускают выше уже там сколько, последние 6 дней. Ну и S&P 500 аналогично тоже вчера так скинули. Тоже есть там небольшая такая плита в районе там 44211 пунктов. Тоже какую-то наверное коррекция. Возможно, нет. Пока вот так по рынку у меня. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Следим традиционно. По поводу того, что пишут, разбирать какие-то другие активы и одно и то же. Ну и извинить, скажем так. Мы эти финансовые инструменты не изобретаем, скажем так. Работаем с тем, что есть. И все-таки наша задача оценить не только с точки зрения техники, но и с точки зрения фундамента. Поэтому Виталий очень часто идет как бы навстречу, помогает разбирать те инструменты, где очень интересный фундаментальный фонд. Если хотите работать с какими-то красами, ну сопоставляйте самостоятельно фонд по разным регионам и принимайте решение, какая валюта в связи с этим сильнее или слабее. Да и в целом, друзья, вот наш довольно частый акцент на то, что происходит на фондовом рынке и на долларе. Вот этих инструментов, которые с одной стороны являются эталонным защитным активом, а другой эталонным рисковым инструментом. Их в принципе достаточно, чтобы понять настроение, которое есть на рынках, а в целом. Виталий, хорошая тебе торговая неделя. Я в закрытии, соответственно, выходных. И в понедельник увидимся, обсудим non-farm payrolls. Уверен, что будет о чем поговорить. Пока. Все, пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok